Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас за тест новинок 12 каталога Фаберлик. Мы будем с вами тестить вот эту линейку Фаберлик Эксперт. Это не совсем новинки, но тем не менее они отличаются от прошлых версий. Мы будем с вами тестировать, точнее я уже на ночь протестировала вчера вот эту вот масочку Био Глоу. Девчонки, что могу сказать? Это совсем иной продукт, нежели Бикент. И я не могу сказать, что моя кожа выглядит отдохнувшей. Сейчас утро, вот я проснулась. И есть такое прям вот каскадное увлажнение. То есть действительно увлажнение без утяжеления, проснулась, никаких высыпаний не было. Это водичка, это желе. Вот такой интересной консистенции. И как только соприкасается с кожей, все начинает таять. Превращается в воду. В эту воду по вашему лицу разносите. И оно остается таким вот увлажненным. Не липким, никакой липкости нет. Но, как сказать девчонки, оно до конца что ли как будто как не впитывается. То есть оно вот такой вот, видите, блеск. Оно впитывается, впитывается. Но вот такой вот блеск на вашем лице. Поэтому, естественно, это ночной продукт. Поэтому для такого продукта это нормально. В принципе, понравилось. Что произошли, какие-то чудеса там, не могу сказать. Но очень хорошее увлажнение. Нормальное состояние кожи лица на утро. Буду тестировать дальше. Пока вот прям никаких минусов. Все замечательно. Так, дальше будем с вами вот этими спонжами еще все это дело делать. Потому что мне интересно, как они сейчас размокнут и что получится из них. Потом, девчонки, вот эти вот продукты будем с вами тестировать. Это у нас Арису. Арису японский шампунь и бальзамчик. Пока их все хвалят. Будем с вами сейчас тестировать. И в этом же видео я вам, девчонки, расскажу про порошок. Обещала про стиральный порошок Фаберлик. Как правильно им пользоваться, чтобы он отстирывал. Мне одна из девчонок, из моих подписчиков рассказала этот секрет. И я поделюсь им с вами. Ну что, сейчас я схожу в душ. Помою волосы. Я их еще слегка оттонирую. Потому что они немножко потеряли свой пепельный оттенок. Как я вам во влоге показывала, оттонирую. То есть в шампунь добавлю немножко краски оксида. Вот. И протестирую шампунь и бальзам. К вам вернусь. Будем делать уход за лицом. Девчонки, ну что хочу сказать по шампуню и бальзаму. Они такого же розового перламутрового цвета, как и вот эти флакончики. Текстура кремовая. Что у шампуня, что у бальзама. Какие-то из продуктов из линейки Арису у нас без силиконов, парабенов, СЛС и так далее. Я не помню, какие. Девчонки, их составы не очень люблю вдаваться. Если средство подходит, то у них все равно, есть там силикон или нет. По поводу вот этого розового шампуня, он пенится великолепно. Он очень красивый и пенится прекрасно, замечательно. Хватает очень немного, ну на мою длину волос, да, чтобы промыть с одного раза волосы. Это во-первых. Во-вторых, уже после него, девчонки, волосы мягкие. Как будто вы не просто шампунем, да, а чем-то вот какой-нибудь масочкой, да, волосы обработали. Это на самом деле круто. Бальзам вообще потрясающий, он как будто крем для волос. Волосики жутко мягкие, но пока о чем-либо говорить рано. Я надеюсь, что у меня не будет зудеть потом голова. Я к тому моменту, как видео выйдет, уже как бы я это пойму. То есть, если не подходит, вот допустим, из линейки экспертные шампуни, у меня уже на второй, на третий день голова зудит от них, да. Надеюсь, что от этого таких не будет. И мы с вами, когда посушим волосики, тоже посмотрим, как они работают. Так, что у нас сейчас? Сейчас у нас, девчонки, скатка. Вот эти три продукта мы с вами будем тестировать. Здесь у нас скатка в самом большом объеме, да. Второй продукт маска для глубокого очищения. И третий кремшик. Крем я тоже уже наносила. Я вам говорила об этом, когда снимала обзор заказа. И что хочу сказать по крему. Ну, еще, конечно, и потом скажу вам в конце лучше. В конце, когда мы нанесем его повторно. Так, скатка. Вот она. По консистенции абсолютно такая же, как была и предыдущая, да. Но здесь есть действительно частички. Они очень мелкие и очень деликатно отшелушивают. Не будет здесь какого-то агрессивного ухода, да, как я люблю. Скатывает скатка так же круто, как скатывала раньше. Девчонки, видно вам, да. Сейчас будет еще лучше видно. Она действительно круто скатывает. Скатываем все по массажным линиям. Заодно массаж лица делаем. Я люблю. Смотрите, сколько много уже, да. Порой вычищает она, я уверена, так же классно. Но это сразу видно. То же самое, что было, но есть небольшой абразив. То есть они совсем мелкие, микроскопические, я бы сказала, девчонки, частички. Их много. Но когда вы начинаете скатывать, все, этих частичков на коже не чувствуете. То есть у вас на лице обычная скатка. В ICL эти частички покрупнее. И они ощущаются во время того, как вы делаете очищение. Здесь они уже не ощущаются давно. Поэтому это ни грамма, ни скраб. Это чистой воды скатка. Вот видите, девчонки. Вот. Вот так вот. И скатываем. Я люблю делать это и на веках. Вы на меня не смотрите. Если вам такой уход не подходит, не делайте. Я считаю, что веки тоже наши нуждаются в очищении. Не так сильно растягивая кожу, но, тем не менее, я всегда там прохожусь и скаткой, и скрабами, и так далее. И, естественно, под глазами, особенно вот в этих самых темных уголках. Так, ну что, девчонки, сейчас смою и посмотрим. Так, девчонки, смыла. И что хочу сказать. Очищенное лицо, естественно, до скрипа. Я как бы даже не сомневалась. И поры вычищены. Выглядят они потрясающе чистые. И слегка суженные. Пусть это даже будет временный эффект, все равно я эту скатку обожаю. Они сужены, они очищены. Лицо выглядит потрясающе просто. Прям до скрипа, до скрипа. Следующий этап очищения у нас маска. Маска для глубокого очищения кожи. Вот так она выглядит. Я вам артикулы сейчас все скажу. Так, роллинг гель 7881. Маска 7882. И крем 7884. Так, погнали. Маска такого интересного коричневого цвета, как будто глиняная. Я в тот раз во время заказика, да, когда я снимала вам обзор заказа, наносила ее на руку. Нет, девчонки, она не засыхает в корку. Если вы ее, конечно, не передержите. Маски такие, которые не засыхают в корку, я тоже наношу на веки тонким слоем. Она вообще вся по инструкции, я уже прочитала, наносится тонким слоем. Поэтому у нее, в принципе, будет небольшой расход. При нанесении это такая кремовая текстура, девчонки. Такого вот интересного цвета. Вообще, я в последнее время что-то не понимаю косметические компании, не только Фоберлик. Почему вот такие вот продукты они выпускают вообще не в то время года, скажем так. Вот эту серию нужно было выпустить в мае, чтобы люди пользовались летом, да, когда действительно у всех сальные железы на лице, даже обладательниц сухой кожи, работают усиленно. Когда действительно нужно где-то подсушить, где-то как следует очистить. Да, и вот этот крем Себа Баланс, он так необходим летом. Они выпускают их в августе, под конец лета. Вообще не понимаю. Крема Сияния выпускают летом, когда такие продукты, наоборот, нужны уставшей коже зимой. Либо в начале весны, да, вот этот период авитаминозов, когда кожа наша уставшая, серая, бледная, некрасивая. Вот тогда нужны эти продукты сияющие. Поэтому я, конечно, не первый раз уже удивляюсь просто. Зачем так делать? Кто будет зимой брать Себа Баланс крем? Единицы. А летом бы продажи были гораздо больше. Поэтому я, конечно, девчонки, не знаю. Может быть, это я что-то не понимаю. Из меня маркетолог неудачный, да? Так, еще на одно веко забыла. Тоненьким слоем сейчас. Так. Вот и все. Нанесли, девчонки. Теперь мы будем с ней по инструкции ходить 10-15 минут. И делать ее нужно 1-2 раза в неделю. Вот такую очищающую масочку. Вот. Через 15 минут к вам вернусь. Девчонки, я еще обещала вам через несколько месяцев показать, как выглядит сковорода и доска. Смотрите, ну, с крышкой с ней как бы ничего не случится, да? Вот. Вот как выглядит сковорода. Это я в самом начале ее поцарапала, как бы, ну, все нормально. Здесь я периодически ее грасом чищу. Тоже все отлично. Все хорошо, все замечательно. И мне нравится, что вообще ее поцарапать трудно. Это я не знаю, чем-то я ее ударила. А так как она сама по себе, смотрите, шероховатая, ее поцарапать очень трудно. Вот это мне безумно нравится. Поэтому я думаю, что она прослужит долго. Так, девчонки, вот доска. Мне кто-то написал, что она выглядит плохо. На ней видны царапины. Смотрите, царапины видны вот редко какие. Вот редко. Я только что на ней разделывала целиковую курицу. И хоть бы что. Она царапается, но она выглядит достойно. То есть, если вы берете, знаете, такие матовые доски, пластиковые, на них царапины видны гораздо больше. Вот два месяца она у меня получается больше двух месяцев. Вы спорили? Смотрите, вот если приглядеться, да, они видны. Я пользуюсь только ей исключительно. Только на ней все режу и так далее. Вот вблизи, да. Но когда она висит у вас где-то или лежит, абсолютно ничего не видно. Вот на этой стороне я не резала ни разу. На ней нет царапин, да. Вот так выглядит эта сторона издалека. Вот так и эта. В принципе, отличий никаких. Да, они есть, они тактильно ощущаются. И если сильно приглядываться, прям вы тоже их увидите. Но в целом, вот эта пластиковая доска будет гораздо дольше, как я и говорила, сохранять товарный вид. Вот стирается уже надпись Faberlicom, да. Вот, а так все очень достойно, все прекрасно. Так, девчонки, показываю, что нужно делать, чтобы порошок отстирывал лучше. Нам понадобится кипяток. Я вскипятила чайник. Можно градусов 60, даже не обязательно прям такой кипяток. Блин, я ложку забыла для порошка. Ладно, сейчас обычный насыпем, ничего страшного. Так, насыпаем порошок, мерную ложку. В моем случае, это десертная. Так, сколько мне надо? Ну вот, две. Размешиваем в кипятке. Так как вода жесткая, у нас с вами из-под крана течет, вот такой способ растворения порошка позволит ему лучше отстирывать пятна. Мне так, девчонки, объяснили. Я так попробовала, я так стираю. Это действительно так. Еще нам нужен кондиционер. Опа-на. Совсем немножко, сказали капельку, но я прям чуть-чуть и наливаю. Особенно, когда вот белые ткани стираете, вот этот способ работает действительно. Он еще лучше отстирывает. У меня и так он нормально отстирывает. У нас, наверное, сейчас не такая сильно жесткая вода, и формулу немножко у порошка изменили, да? Смотрите, что происходит. С кондиционером он свернулся. Вот это все дело размешиваем, размешиваем. Порошок уже растворился полностью. И вот эту смесь мы с вами выливаем в барабан. И стираем. Вот, все, порошок растворился. То есть, грубо говоря, мне кажется, да, мы из порошка делаем жидкое стиральное средство. Вот таким вот образом. Вот это все мы с вами будем добавлять в барабан. Не в отсек для порошка, девчонки, а в барабан. Вот так прям аккуратненько туда выливаем. Опа! Все. Закрываем и ставим на свой, какой вам нужен, да, режим стирки. Ну и еще немножко кондиционера наливаем, ну, как обычно, да, в отсек для него. Вот. Все, стираем. Ну, девчонки, давайте теперь маску смывать. Потом будем включать свою машинку. Вот таким образом, действительно, порошок отстирывает гораздо лучше. Мне посоветовала одна из девочек с подписчиками, я не помню, кто это был. Если ты еще со мной, отзовись, правильно ли я все делаю. Так, маску будем смывать вот таким спонжем. Видите, она подсохла, но не в корку. То есть, не в корку. Это здорово. Если переносите, будет стягивать кожу. Не перенашивайте. Если у вас после 10 минут начинает подсыхать, все, идем смывать. Значит, вам надо 10 минут. Сейчас я попробую его под воду. Девчонки, опусти. Пошуметь чуть-чуть вода. Так, пока он выглядит вот так. Вот я его намочила. Ой, смотрите, растет. Ой, класс! Девчонки. Ой, он становится мягким. Смотрите. Прикол. Ой, какой он мягенький. Смотрите, как классно. Чуть-чуть помочила и все. И большой. Ой, он отличается от фикс-прайсовских. Да, это не такой совсем формат. Смотрите, он больше на сколько. Мне кажется, он еще растет. Сейчас, если я его еще помочу, он будет еще расти. Потому что он практически сухой. Нет, все, наверное, это его размер. Я его помочила, отжала. И давайте с вами убирать с лица маску. Блин, таким спонжем, конечно, не уберешь. Еще, знаете, как интересно я попробовала, маска на лице скатывается тоже. Ой, и отваливается прям. У меня на белую майку. Видите? Поэтому, мне кажется, ее удобнее даже не спонжем, но все равно попробуем. А руками? Руками либо фикс-прайсовским. Потому что этот спонж, он очень мягенький для такой маски. Нет, убирает ничего. Нормально, девчонки, убирает. Главное, аккуратненько имейте в виду, что она скатывается. И она будет прям отваливаться на одежду вам. А так хорошо, остатки да убирает. Прям замечательно. Он такой мягкий. Прям вот эти спонжи, девчонки, для тех, у кого чувствительная кожа. Очень мягкий. Но маска все равно прям куски летит в разные стороны. Скатывается и все. Блин. Вот у меня вся майка уже. Я сейчас досниму и к вам вернусь. Девчонки, ну спонж крутой. Он такой мягкий. Это такой мягкий поролончик. Прям безумно приятный к лицу. И который очень здорово убирает все остатки масочек. Да, или каких-то других косметических средств. Прям здорово вообще. Супер. Мне нравится. Интересно будет посмотреть, когда он будет лежать. Да, и подсохнет, что с ним будет. Он опять сожмется, интересно, в такую полоску. Рада, рада, что купила спонжи, девчонки. Итак, теперь мы с вами будем наносить крем. Кремушек Себа Баланс для уменьшения пор. Так, а эффект после маски, что хочу сказать. Мне кажется, какая-то кожа увлажненная. Если после скатки она была до скрипа очищенная, то здесь какое-то есть увлажнение. Потому что текстура у масочки такая кремовая. Что касается пор, они еще больше сузились. То есть, мне кажется, скатка у нас их вычищает немножко, открывает и начинает стягивать. А маска этот процесс завершает. То есть, они еще больше стянулись. Лицо мотированное абсолютно. Я бы вот прям в жару на этом этапе, девчонки, и остановилась даже без крема. Потому что так, мне кажется, оно продержится гораздо дольше мотированным. Так, теперь наносим с вами крем. Крем такой беленький, легенький, легенький, девчонки. Я в тот раз, когда его наносила, он прям такой невесомый, тоже тает на коже быстро. Хороший кремушек. И хватило мне мотирования на несколько часов. Что хочу сказать. Допустим, его отличие от крема моего, любимого кислородный баланс дневного. Пока я не заметила никаких отличий. То есть, на такой же период времени лицо мотированное. Ну, единственное, может быть, вот этот крем вкупе с вот этой программой, он тоже чуть подсушает поры. А кислородный баланс, он просто мотирует, да. Вот. А так, в принципе, я не заметила, девчонки, отличий. Возможно, если вот этот крем применять курсом, он у нас же Себа Баланс, он направлен и на коррекцию работы сальных желез, да. Будет какой-то эффект более долговременный, если на постоянной основе, да. Вот. А так, вот, все. Он практически впитался, еще чуть-чуть есть. Сейчас ему еще пару минуточек, и он заматируется, все. Ну, поры с ним менее заметны, но они из баланса, в принципе, менее заметны, девчонки. Вот так. Сейчас я вам покажу по традиции при дневном освещении. Будем с вами сушить волосики, не буду делать никакие несмывашки на волосы и так далее. Просто сейчас их посушу после кондиционера вот этого. И посмотрим с вами на их состояние. Девчонки, ну, вот так выглядит кожа. Она заматировалась, бархатистая такая, все. Если жара у вас сильная, то на пару часиков вам этого крема хватит. Потом, ну, лучше какой-нибудь тоник матирующий применять, да. А если погода нормальная, то кожа будет матирована очень долго. Ну, вот 20-25, если градусов, то часа 4-6 точно, да. Жирная кожа и комбинированная будет выглядеть вот так вот достойно. Мне очень нравится. И как база под макияж вообще великолепная просто. Тоже очень хорошо подходит. И на веки я его и везде наношу. Вот, смотрите, девчонки, все заматировалось. Лицо очищенное. Мне очень понравилось. Я люблю такие средства. Это прям мои продукты. Если у вас тоже жирная комбинированная кожа, берите. Расход там небольшой, хватит надолго, как раз до глубокой осени. Вот. А сейчас пойдем сушить волосики и посмотрим. Ну, вот, девчонки, посушила. Ну, что хочу сказать. У меня расческа все равно, конечно, застревала в кончиках. На ней у меня убитые напрочь. Просто напрочь. Ну, вы не представляете себе, если вот на них посмотреть, да. Просто после помывки шампунем, да. Никакую не смывашку не использовала. И что хочу сказать, что вау. И они какие-то объемные. То есть я ничего еще не укладывала, да. Вот просто посушила и все. Прям понравилось. Очень понравилось. На самом деле. По поводу того, вот если, допустим, сравнивать с линейкой Salon Kia, есть какой-то схожий эффект. Но они как-то более увлажненные, что ли. Без утяжеления совершенно. То есть они увлажненные и в то же время объемные. Мне понравилось. Девчонки, буду дальше тестировать на момент аллергической реакции. И посмотрю, как себя волосы завтра поведут. Ничего не буду наносить на кончики. Пусть будет так. Вот. Так что пока очень понравилось. Потом, когда полностью протестю, обязательно пишу пост в Инстаграм. Ну, а на этом все, мои хорошие. Если видео вам было полезно и понравилось, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока. Пока-пока.